Доброе утро! Сегодня у нас новый день и новые отели. Сегодня мы приехали в Риксас Донтаун Анталия, то есть этот отель находится в центре Анталии, как вы видите называется Риксас. Сегодня я в курточке, сегодня аномально холодно, несмотря на 10 апреля, сегодня меньше 10 градусов тепла, конечно. Ну все, друзья, пойдемте смотреть отель, сейчас нас здесь встретят, покажу номера, все будет как бы максимально быстро, естественно, не будет неглубокий обзор, но тем не менее вы поймете, что это за отельчик и стоит ли вам сюда приезжать. Так, здесь обязательно нужно надеть масочку, смотрите, как вы видите, нас встречает уже такой красивый холл с ветками, с зеленью, в общем, все с размахом. Ну, Риксас, с одним словом. Здесь у нас проходят обычные магазинчики, можно все посмотреть, я не думаю, что нам сейчас стоит по ним идти, думаю, так все понятно, в каждом отеле они есть. Зона отдыха, ресепшн, в общем, сейчас нас интересует, конечно же, территория и номера, и как добраться до моря. Это, думаю, основные вопросы, которые интересны туристам. Питание, я думаю, вы точно понимаете, что с ним не будет все плохо. Здесь также, смотрите, все через прилавок, колбаска, сыры, оливки, маслины, на самом деле очень похоже везде питание, единственная разница в том, что его чуть больше, да, или чуть меньше. Ну, я имею в виду, если мы говорим о пятизелочном отеле. Вот, йогурты, масло, хлопья, в общем, все, что нужно, это есть. Много посадочных мест. Здесь на линии раздачи можно и картошечку, и яйца, и омлет, и выписка, большой ассортимент. Ну, собственно, если мы сейчас говорим о том, нашем отеле, где мы проживали в другом, там, в принципе, все то же самое. Я сказал бы, что прямо глобальная какая-то разница есть, но, наверное, здесь будет антураж по и уютнее, поинтереснее. Какие-то моменты, конечно, плюсом есть, а так, в целом, все есть, единственное, конечно, алкоголь будет уже другого уровня, будет более дорогой, да, более качественный, но в этом есть основное различие по питанию в отеле. Ну, вот мы с вами по коридорчикам уже в Иксесе Донтаун идем, я хочу выйти постараться, вон там показать, там вид на море, здесь у нас получится, сейчас вывезду и покажу мира. Да, у нас получается с вами выйти, здесь поднимается все, обзорная площадка, вот у нас вся территория, как на ладони, как вы видите, мы с вами на самом практически хорошем, обозреваемом месте, в Иксесе Донтаун в Анталии. Да, еще раз давайте посмотрим, вот у нас получается наш отель, сам город Анталии, как видите, горы, пляж, вот он, галечный, галечный пляж, и вот он бассейн. Так что, здесь можно отдыхать, до пляжа, в принципе, можно дойти, можно доехать на трансфер. Так, друзья, мы в стандартном номере Донтаун в Анталии, душевая кабина на входе, как обычно, здесь есть раздельные кровати, есть одна, соответственно, большая, мы сейчас в номере, правда, где раздельные кровати. Ну, рабочая зона, понятно, зона отдыха, диванчик, диванчик не раскладывается, просто обычно, и, соответственно, балкон. На балконе мы выходим, слышимость есть, у нас этот номер с видом на город, ну, на сад, да, то есть, смотри, даже рубки там плавают, карпы. Такой у нас открывается вид, немножко шумновато, конечно, но при закрытых дверях это, конечно, не слышно. Номер выглядит вот так, ну, в принципе, все уютно, нормально, никаких, говорится, посторонних запахов нет, ну, как говорится, все достойно, пятерка как пятерка. Еще вам покажу номер один, он с видом уже на море, кстати, есть коннект, две раздельные кровати, и вот нужно выйти тоже на балкончик, и уже полюбоваться вот таким видом, вид у нас идет на бассейн, и, соответственно, на море, и также на всю Анталию. Территория достаточно большая, как видите, то есть много есть ходить, прогуляться, туда-сюда, в садик, в общем, все как надо. Ну, конечно, в каждой пятерке есть спа, то есть, есть, конечно, платные услуги, и, соответственно, есть бесплатные услуги, также есть хамам, сауны, фитнес-центр, в общем, все как обычно. Очень часто, кстати, замечаю, что почти все отели турции стали эксплуатировать тайскую тему, то есть, все в тайском стиле, тайская музыка, и все в этом году. Так, вот здесь у нас с бассейнами на территории, сейчас у нас, как понимаете, апрель, достаточно прохладно. Большой бассейн, вон тот позади меня, холодный, а вот этот очень теплый, как в ванне вода, так что, если захочется, можно в теплом бассейне прямо на улице искупаться. Вот, как вы поняли, это детский трикси-клуб, здесь вот такая гигантская песочница, большие горки. Замечу, опять, здесь даже специально, помимо деревьев, есть навесы для того, чтобы солнце не перегревало детскую площадку, городок детский, и, соответственно, вот такой клуб детский для, соответственно, мастер-классов там и так далее, все, что необходимо там проходит. Сейчас с вами зайдем, наверное. А ну вот, да, посмотрите, детский клуб, вот девушка уже бежит открывать. Здесь мастер-классы, да, сики проходят? Мастер-класс или просто играть? Просто играть. Просто играть, игровая комната такая, для малышей. Кстати, не так давно отель Rixos был с Шератоном, то есть ранее здесь был отель Шератон, и после, соответственно, его купил Rixos и сделали из него полноценный Rixos, так что много, на самом деле, отелей в Турции, которые вот в таком формате, да, кто-то перекупил, сделали свои названия, поменяли имена, ну, в общем, чтобы понимали, думаю, для справки это тоже, думаю, будет важно. Ну, и вот здесь сразу мы вышли с территории отеля, и выходим, точнее, это все тоже та самая территория отеля, и мы выходим уже непосредственно на набережную, на пляж, здесь такой помостик, если не ошибаюсь, там лифт, и можно налегке прям спуститься к пляжу. Так что специально куда-то ехать на Шаттле смысла нет, даже если он здесь есть, можно просто выйти пешочком прогуляться до купальной зоны. Вот так у нас лифт, нужно вот так бы спуститься там вниз, и уже выйти на пляж. Соответственно, вот так вот мы зашли с вами в лифт, и уже выезжаем на зону пляжа, пляж как раз вот будет с правой стороны, и мы с вами отправляемся. Ну, и конечно, выходим уже совершенно с другой стороны, все, и буквально нас немножко отделяет от моря. Ну, сейчас я уже не пойду, думаю, все уже поняли, давайте пойдемте дальше, сегодня у нас большая длинная программа с вами ждет, много отелей. Ну, вот так вот мы прокатились по территории отеля Риксос Даунтаун в Анталии, я здесь не был, сейчас уже побывал, я был, конечно, по картинкам в интернете, как и вы, но скажу так, что да, это хорошее место, хорошие виды, в целом хороший пляж, ну, хоть он и галечный, если кому-то хочется песок, конечно, это не то, но кому интересно галька, это самое то, вы находите в самом центре, соответственно, город все близко, все рядом, поэтому, если кто-то хочет жить вот поблизости от центра и недалеко от аэропорта, это самое то место. Плюс отель хорошего уровня, с хорошим питанием, с хорошим сервисом, с хорошими номерами, большой территорией, подогреваемыми бассейнами, в общем, все, что нужно здесь есть. Еще, друзья, как раз пока не забыл, сразу скажу, что из этого отеля Риксос можно доехать до Парков Ледженд всего за 30 минут и ходит бесплатный трансфер по запросу, то есть вы подошли и сказали, я хочу в Парков Ледженд и вас, соответственно, сюда отвезли в любое удобное для вас время. Не забывайте оставить свои комментарии, перейти по ссылке под этим видео, потому что там вас ждут цены на отели без комиссии турагентства, все официально, с договорами, чеками онлайн по всей России. Все, жду вас по ссылочке и поехали в следующий отель.